Добрый день, уважаемые трейдеринвесторы, сегодня 4 июня, вторник, представляю вашему вниманию очередной обзор интернет-компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Так, вчера отработалась наша торговая идея на повышение по евро-доллару, но также была еще и пробойная торговая идея, о которой мы с вами поговорим на графике. Но начнем мы, как обычно, со списка новостей, напоминаю, что основные новости на этой неделе это нон-фармы в конце недели, сегодня, правда, вторник, еще далеко до них, но в 17.00, а сегодня в Акашке на рынке труда, соединенных, по некоторым данным, еще в Штатах Америки. Завтра у нас предварительные нон-фармы, ВВП России, который нафиг никому не интересен, в четверг, в четверг тоже новости, первичные заявки на получение пособия по безработице в США и в пятницу нон-фармы. То есть, все весело, вот в том числе и сегодня будет интересный импульс, я думаю, неделя будет в целом волатильная. Давайте посмотрим, что можно поторговать на сегодня. Итак, начнем мы с котировочек золота, которые потихонечку снижаются и снижаются и снижаются, но делают это от каких-то своих сломов. И, кстати, очень интересная ситуация складывается сейчас. По золоту, по золоту, ну даже если на часе возьмем, смотрите, такая вяло наклонная площадочка, сверху куча денег, а под нами лонговый слом. Причем этот слом лонговый, он неспроста здесь находится, он, друзья мои, еще и захватчик в соседней неделе. И было бы совсем неплохо увидеть нам вот такую комбинашечку по захвату стопов с этой площадки. Обратите свое трейдерское внимание на этот сетапчик. Соотношение здесь, ну даже если от текущих, то полторашечка на 3,600, ну 2,5 к 1, довольно интересно. Какие неприятности здесь могут возникнуть? Ну, во-первых, во-первых, конечно, ну с одной стороны инструмент находится в границах канала, да, и работать от нижней границы логично, как минимум по захвату ликвидности. Даже если инструмент упадет, то может сделать вот так, да, и вы можете заработать в обоих случаях. Так, внизу тоже есть денежки, есть куда падать тоже, ну если он будет болтаться здесь, просто скините позицию по безубытку. Пара евро-доллар вчера отработала лонговый сценарий от лонгового слома, где-то 3,5 к 1 по захвату вот этой ликвидности. Напоминаю, что торговая идея была недельной, и на самом деле недельные сетапы, они мне нравятся больше всего. То есть, что вот здесь, к примеру, был внутренний бар, и от него начался рост, что вот эта прошлая неделя был пин-бар, и мы работали, собственно, на захват ликвидности вот этих трех, ну фактически двух недель, трех, вот, и он отработал. То есть, недельные сетапы классные, если, конечно, на них дают откат, то есть, опять, внутренний бар, откат, удар вниз. Ну, шикарные сделки, надеюсь, вы поучаствовали в этом движении, здесь было все просто, понятно, вот, эта торговая идея была запечатлена вот таким вот образом. То есть, откат на лонговый слон, и, собственно, ту зимунчик, так оно и получилось. Я, конечно, ожидал, что это будет на нонфармах, но получилось раньше, собственно, и слава богу, возможно, на нонфармах будет какая-то новая торговая идея. Сейчас пока ничего интересного не даю, потому что разворотных сетапов нет, да, рынок вкатил, ну, это логично, перед новостями он всегда вкатывает. Надеюсь, вы это понимаете. Пара фунт-доллар тоже обновила много чего, вот, но меня беспокоят вот эти хвостики, которые внизу оставлены на вот этой площадке, и хотелось бы, конечно, их переписать. Посмотрим, как инструмент себя будет вести в этой зоне. Любопытно то, что фунтик пробился и здесь, и здесь, да, и те, кто, кстати, вчера ставил на пробой вот этих экстремумов здесь, в этой зоне, то есть, пробой на торговой идеи, который не успел дать, просто находился вне компьютера, и здесь 200 пунктов сработали, те, кто смотрел пробой на торговый метод, здесь могли заработать. Также точно и по фунту, те, кто работал на переписывание вот этих экстремумов, давайте, кстати, посчитаем, было ли здесь 200, 200, нет, кстати, не было, фунтик не переписал их. Ну вот нужно выбирать какой-то один из инструментов, и тогда выбирать между ними. Но те, кто работал, к примеру, не на захват вот этой, а вот между вот этим днем и вот этим была площадка, и те, кто на нее поставил, свои 200, 300, там, 500 забрал. А австралийский доллар тоже пока болтается внизу, я думаю, что здесь все ждут нонфармов, и, собственно, если бакс будет слабеть, инструмент уйдет наверх, потому что от австралийского самого доллара здесь ничего не зависит, это фактически поводырь у бакса. Я продолжаю верить в это движение наверх, и оно может пойти после драйвера, который мы получим в конце недели. Доллар канадец вкатывает, вкатывает, ну, я думаю, это все предсмертные конвульсии перед тем, как это все упадет и по вот этим лоям, и по вот этим лоям. Не зря это все здесь так скопилось, вот, и, соответственно, я думаю, что ближайшие новости здесь все разрулят. Доллар-иена посыпалась, друзья мои, посыпалась, и те, кто воспользовался моими торговыми идеями, взяв от слома инструмент, здесь прошли три волны, и все это летит к чертям, и довольно весело. Я думаю, что народ здесь подзаработает. Те, кто не знает, где выскочить с деньгами, если не сейчас, то, как минимум, вот здесь на лонговом слове можно посмотреть. Либо, если вы верите вот в эту всю большую трехволновую структуру, то тогда у вас выход где-то по 151. Как бы странно это сейчас не звучало. Жижа, друзья мои, жижа тоже валит в бездну. Напоминаю, что по жижу очень много денег внизу, есть куда падать, и, в принципе, ничего такого странного я здесь не вижу, но лезть в этот инструмент пока не рекомендую. Очень много опасностей здесь вас подстерегает. Инструмент растянутый и валит мрачно. По битку очень интересная ситуация. Осталась вот эта площадка, друзья мои. Вот эта площадка, ее могут вынести, поэтому будьте осторожны с лонгами. Ну, можно сложного пробоя зацепить. Собственно, я это рисовал вчера. Так, индекс бакса тоже приостановил свое падение. Ну, я думаю, здесь виной канадский доллар, доллар-катка, которая сейчас подрастает. Но площадка никуда не делась, я думаю, это все будет пробито в скором времени. Так, индексы, индексы тоже пошли в корректос на фоне укрепления бакса. Ну, я думаю, оно локальное, и все это закончится именно на новостях. Напоминаю, что у стокса есть площадочка, куда он может вполне дотянуться. Газик дорогой, сейчас его не трогаем. Начиная с доллар-франка, и дальше мне интересует сеточный метод торговли. И ждем инструмент на границах магических синих прямоугольников, которые показывают определенные диапазоны, где можно поработать с инструментом в шорты, в лонги. Вот пока он еще не дошел, ждем границ, дойдет, обязательно возьмем. Канадис франк тоже подвалил, я думаю, вы помните. Так, шаблончик сейчас чистенький кинем, что все, что касается этих инструментов, нас интересует в сетках, и нас интересуют границы диапазонов. Ну вот, пока инструмент не дошел, не трогаем его здесь. Кат-ена тоже посыпалась, я говорил о том много раз, что по этому инструменту гигантский потенциал, друзья мои, даже от текущих цен потенциал в 10 тысяч пунктов. А когда я вчера рассказывал вам, идеи были, было почти 12. Поэтому зона правильная, у нас прошел импульс, откат, кто взял от полтинника, либо 38, уже в шоколаде. Напоминаю, что движение вниз будет большим, стремительным и, возможно, даже недолгим. У франк-ена та же самая история, но по трендовой линии это тоже все будет пробито рано либо поздно, и вы должны это понимать. Австралиец-каналец меня интересует на границах повыше, здесь пока еще мало. Новозеландец-франк вкатывает на зеркало, кто набирал шорты, скоро take profit, потому что тоже граница диапазона, но следующие шорты должны быть выше вот этого экстрема. Австралиец-новозеландец тоже сыпется, но ждем его по границам синих прямоугольников, не трогаем. Еврокат, те, кто купил по моим идеям, радуйтесь, и вам еще, друзья мои, сидеть в лонговых позициях, как минимум почти 2,5 косаря, надеюсь, это время пролетит незаметно. Евро-франк тоже вкатывает, но мне интересуют сетки для наборов немножко повыше по этому инструменту. Евро-Ауди жду на границах диапазона, пока инструмент сюда не дошел, Еврокат тоже жду повыше. Ну, опять же, для сеток. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Так, отличный обзор, тайм-коды не так сложно сделать, сложно. Тайм-коды появляются чуть-чуть позже того, как я публикую видео, их добавляют после того, как мне дают ссылку, поэтому тайм-коды всегда есть, просто посмотрите там на 10 минут позже времени публикации. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, как вы видите, да, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я читаю, пишите мне письма. У нас есть телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Телеграм-чат по трейдингу, в котором ребята общаются, предлагают свои торговые идеи, обмениваются индикаторами и прочей кибер-нечистью. Напоминаю, что с ИнстаФорекс у меня открыта уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свопы, торговать на ультра-спредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok